В Ненецком округе пока не зарегистрированы случаи заражения штаммом омикрон. Однако регион должен быть готов к новой волне коронавируса. На еженедельном оперативном штабе проработали ряд дополнительных мер на случай ухудшения ПИД-обстановки на территории региона. Далее все подробности. В начале штаба руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина представила информацию о текущей заболеваемости. На сегодняшний день у нас находится в таком лечении 15 человек. Двое из них находятся в реанимации, получают кислородную терапию, остальные пациенты находятся в инфекционном отделении. 50% из них находятся в средне тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую терапию по 14-му протоколу. Все лекарственные препараты в наличии у нас имеются. Также 77 пациентов получают лечение амбулаторно. Сейчас на территории региона ситуация с заболеваемостью стабильная. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все они получают лечение. Помимо оказания помощи больным с диагнозом COVID-19, глава региона Юрий Бездудный дал поручение проработать ряд дополнительных мер на случай ухудшения эпид-обстановки. Пока штамм омикрон, штамм коронавируса омикрон к нам не зашел. Но однако мы готовим свою систему здравоохранения к тому, что он может зайти. Тем более, что в крупных городах, наших крупных городах, он уже распространяется. И распространяется очень быстро. Также в ходе оперативного штаба было принято решение перевести пустозерский дом-интернат на закрытый режим работы. Рассмотрели и вопрос о возможности продления на полгода в беззаявительном порядке ранее назначенных мер социальной поддержки. С учетом того, что нам надо беречь людей и не дать этому вирусу молниеносно распространиться, может быть имеет смысл тогда вот те услуги, которые мы оказываем сегодня в заявительном порядке, перевести на беззаявительный, чтобы жители не ходили никуда, не писали никакие заявления, а продлить, допустим, на полгода беззаявительный порядок получения всех вот этих социальных выплат. Помимо этого, также было принято решение о закрытии больничных листов после выздоровления от коронавируса в дистанционном режиме. Еще одно поручение губернатора было связано с усилением работы колл-центра и деятельности волонтеров по доставке больным продуктов и лекарств.